На фоне того, как страны НАТО всё никак не могут решить, посылать им свои танки на Украину или нет, Россия в наступившем новом году, 14 января, провела очередной массированный ракетный удар по тылам своего противника. Уже несколько недель регулярно поступает противоречивая информация о грядущем масштабном наступлении одной из сторон конфликта в зимний-весенний период. Будет оно или нет, сказать точно на данный момент нельзя. Ну а на Херсонском направлении российская армия наносит регулярные артиллерийские удары по украинским позициям в областном центре. Сильно досталось и Очакову. Также под огнём оказался аэродром в Чернобаевке, а также Зеленовка и Антоновка. В свою очередь украинцы нанесли ракетный удар по Скадовску, что в глубоком тылу российской группировки. 31 декабря российскими войсками был взят населённый пункт Дорожнявка в Запорожской области. Он имеет важное стратегическое значение для дальнейшего продвижения к Гуляйполю. По всему Запорожью идут постоянные артиллерийские дуэли на широком участке линии соприкосновения. На самом западе Донецкой области шли позиционные встречные бои в районе Большой Новосёлки. Это стратегически важный населённый пункт, который находится под контролем украинской армии. Через него идёт вся логистика в районе Угледара. Непосредственно на Донецком направлении в последнее время практически одни и те же события. Ожесточённые бои продолжаются в городской черте Марьинки, Невельского и Первомайского. Украинские гарнизоны здесь продолжают упорное сопротивление. Российская артиллерия била по Авдеевке. Донецкая пехота пытается продвинуться и перерезать участок трассы Н-20 в районе Каменки. А также атаковали украинские позиции под Нью-Йорком. Главным событием января является, конечно же, битва за Бахмут и его окрестности. Здесь на данный момент проходят самые ожесточённые штурмовые бои, которые ведёт группа Вагнера при поддержке армии России. Сюда вооружённые силы Украины перебросили всё, что только можно. Всё самые боеспособные и не очень боеспособные подразделения. Такую укреплённую крепость, как Бахмут, можно взять только после того, как падёт чуть менее укреплённая Солидар. Бои в районе этого города продолжались с августа 2022 года. Однако решительное наступление началось именно 6 января 2023. Используя фактор внезапности, бойцы группы Вагнера прорвались в Солидар. Украинские войска начали перебрасывать в этот район всевозможные подкрепления. Но было уже поздно. Российские штурмовые группы начали быстро продвигаться в застройке. Их действия поддерживал мощный шквал артиллерии. Примерно в то же время вагнеровцы взяли опытное, что южнее Бахмута, и начали давить непосредственно на Клещевку, где чуть позднее смогли закрепиться. Ещё южнее пошёл натиск из Курдюмовки и Азаряновки на Предтечино. В целом удар на юге от Бахмута ставит под удар стратегически важный город Часов-Яр. Также одновременно со штурмом Солидара происходило наступление на Подгорное, которое было достаточно быстро взято под контроль россиянами. Вагнеровцы сразу же начали давить дальше на север, на Красную гору и Проскофьевку, а Солидар попал в оперативное окружение. Уже 7 января положение украинцев на этом направлении стало близко к критическому. К 9 января бойцы группы Вагнера прорвались в центр Солидара и вели бои за его администрацию. В тот же день была взята под огневой контроль трасса, по которой осуществлялось снабжение сил обороняющихся. Из-за фланговых прорывов основная масса украинских войск вынуждена была отступать на север. Оборону удерживали только разрозненные отряды. 10 января российские штурмовики установили контроль над Солидаром. Началась зачистка местности. Ну а к 12 января Солидар официально перешел под контроль России. Наряду с жилой застройкой в Солидаре было взято и крупное предприятие Артем Соль. На этом движение российских штурмовиков не закончилось. Далее вагнеровцы взяли железнодорожный узел Соль. И сейчас двигаются в сторону села Благодатное, а также на север к Раздоловке. По итогу Солидар был взят в результате стремительного броска группы Вагнера. С учетом артиллерийской подготовки город был взят штурмом буквально за несколько недель. Упорное сопротивление оказывали только разрозненные по городу отряды. Украинское командование вряд ли ожидало такую скорость и не успело отреагировать. Официально ГИФ до сих пор не может признать столь стремительной потери ключевого города-крепости, куда перебрасывались огромные резервы. Украинцы, конечно, пытались исправить ситуацию контрударом, но было уже поздно. В целом же для российских войск это первая серьезная победа после отхода с правобережья. И несмотря на то, что взятие Солидара является лишь тактическим, а не оперативным успехом, эта победа очень важна. Операция осуществлялась достаточно ограниченными силами, при том, что приходилось прорывать подготовленную долговременную оборону. В самом же Бахмуте идут бои теперь на южных и восточных окраинах. Так же, как и Солидар, это одна из важнейших крепостей в цепи донбасских городов-фортов. Вооруженные силы Украины будут до последнего удерживать его не только с оперативной точки зрения, но и с политической и пропагандистской. Причем постоянная переброска подкреплений будет осуществляться в ущерб амбициозным наступательным планам. Успех российских войск в Солидаре, конечно, нельзя преувеличивать, но и преуменьшать тоже, сравнивая его с потерями территорий в Харьковской и Херсонской областях. Повторюсь еще раз, Харьков и тем более Херсон были оставлены россиянами фактически без боя. То есть украинская армия не нанесла России военного поражения, разве что два огромных политических. В Солидаре же вагнеровцы смогли истощить и выбить лучшие украинские силы, в том числе спецназы разных мастей. Это отсрочило очередное крупное наступление украинских войск еще на несколько месяцев, тем самым дав время на реванш российской армии. Ну а ты обязательно напиши в комментариях свое мнение по поводу значения взятия Солидара. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс Дзен и не забывай про мой второй музыкальный канал. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!